Всем привет, ребята! Меня зовут Полина, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. И сегодня я вам расскажу, как я получала паспорт. Сразу скажу, что это очень необычная и смешная история. И перед началом этого видео не забывай нажимать на красненькую кнопочку подписаться, чтобы она у тебя стала серенького цвета. И не забывай ставить большой пальчик вверх этому видео, а мы поехали! Значит, дело было около 4-х недель назад, когда у меня был день рождения, то есть день рождения у меня был 30 августа, а где-то в середине сентября... Так, я даже точно скажу, что 14-го числа я начала задумываться о том, чтобы сходить бы подать заявление на паспорт, как бы, да. Вот, чтобы вы понимали, для того, чтобы мне нужно было подать заявление в МФЦ, МФЦ у нас находится в торговом центре Рио, который находится от моего дома примерно, ну, 2-3 километра, может быть, от моего дома. Вот, и мне нужно было дойти, соответственно, после школы, именно после 8 уроков я решила сначала сходить сфотографироваться на паспорт, то есть уже рядом со школой у меня был фотосалон, там, где я делала фотографию на паспорт, первую мою, да, первую только фотографию, то есть там такой листочек был, там было 4 фотографии. Долго мы там, на самом деле, фоткались, потому что много что-то мне не нравилось и так далее. В общем, я капец, как бы, из вспышки, поэтому меня сфотографировали прямо без вспышки, то есть я, то есть, была такая, не очень. Вот, значит, прошло 2-3 дня, и я решила сходить в МФЦ, чтобы подать документы на паспорт. То есть, опять где-то тоже, когда у нас было 8 уроков, я всё-таки решила сходить подать документы. Шла я в Рио, думала там обо всём. Когда я пришла, я отсидела очередь, то есть там берёшь талончик, сидишь и ждёшь очередь. Там, на самом деле, было 10 таких, или 12, или 11, я не помню, сколько окон, то есть каждому окне здесь свой человек, которому нужно было, соответственно, идти. Вот, я подождала минут 15-20 очередь, и потом пошла уже с документами подавать. Перед тем, как я пошла подавать документы на паспорт, мне сказали, что госпошлину нужно платить уже при получении. То есть, когда ты получаешь паспорт, уже нужно заплатить госпошлину, и поэтому 300 рублей. Поэтому я подумала, что, ну, ладно, пофиг, потом заплачу и нам. Поэтому деньги я с собой не брала, ну, почти не брала. Вот. И, значит, сижу я эту очередь, пошла я потом к своему окну, когда меня вызвали. Значит, тётенька такая говорит, типа, доставай, то свидетельство о рождении, там, и так далее. Я достаю, фотографии достаю. Собственно, такая смотрит на фотографии, такая, а они не подходят. Я такая, в смысле они не подходят? Она такая, они слишком маленькие. Я говорю, ну, типа, я делала в специальном фотосалоне, где сказала, что мне нужны фотографии на паспорт Российской Федерации. Она такая говорит, а ты точно сказала, что на паспорт Российской Федерации? Ну, блин, вы не Америки же. Ну, типа, она пошла к какой-то тётеньке, тётенька ей сказала, что-то я не знаю чего. Потом она ко мне такая приходит, перепоткивайся. Она такая, а госпошлину у тебя плачут? Я такая, нет. А чё, надо перед? Она такая, нет. После, блин. Я говорю, так перед или после? Она такая, перед, конечно. Ну, типа, перед получением паспорта нужно обязательно оплатить госпошлину. И деньги я с собой не брала. Она сказала то, что где-то потом можно будет перефоткаться, либо же у Перы, Перы Тошаном. Ну, короче, где-то там в Риве есть Тошан, и там нужно, рядом с Тошаном, где-то можно было в фотоателье перефоткаться. Кстати, первую фотографию, где я делала, какой-то салон, Оникс или Осикс, не помню, как он называется. И, короче, это мошенники, типа, оказались. Я 150 рублей отдала. И вот, как бы, они говорили, что я наделал всё правильно, но это просто оказались мошенники. Да, мошенники. Они могли сделать нормальную фотографию, я не знаю почему. Короче, деньги я свои не вернула. Потом, значит, то есть это я зря в Риву первую, кстати. Вот. Потом прошло ещё три дня, и я пошла в Риву уже со своими подружками. Накупила себе кучу всяких пирожков, еды. И пошла, значит, в... Второй раз уже в Риву. Сфоткалась. То есть она же мне сказала то, что где-то там либо перед Шаном, либо после Шаном. Ну, короче, около Шана я не поняла, где там надо было фоткаться. И около Шана, после, точнее, Шана стояла такая фотокабинка. То есть там можно было сделать документы на... Ой, фотографии, на паспорт. И, значит, я такая... Ладно, пойду сфоткаюсь в эту кабинку. У меня была какая-то такая, знаете, ну, типа, может, лучше не надо. Ну, я решила, что я не сфоткаюсь. Потом я думала, что там выдаёт, как бы, эта кабинка сдачу. А она оказалась, что не выдаёт. То есть у меня было 200 рублей, а фото стоило 150. И я нажала такая фотография, рисунула туда 100 рублей. Он такой. Потом я только читаю, что... Кабинка сдачи не выдаёт. А у меня нету 50 рублей. Не мелочи, не бумажными купюрами. И, короче, я бросаю эту кабинку. То есть там было моих 100 рублей, как бы. Я бросаю эту кабинку, иду в Ашан, покупаю себе жвачку. Потом возвращаюсь, и кабинку ещё никто не воспользовался. И сует туда свои 50 рублей. И фоткаюсь. Значит, потом я опять отсидела огромную очередь, чтобы снова попытаться подать документы на паспорт. Пошла опять к своему окну. И, значит, там была очень милая тётенька. Она была очень добрая, классная. Вот. Она такая, ну давай, там всё. Железнодие рождений, фотографии. Я иду и фотографии, она такая смотрит, типа. А они не подходят. Такая, в смысле не подходят. Она там говорит, типа. Вот, типа, видишь, там тень. Блин. Фак. Я уже потратила на эти фотографии 300 рублей, считайте. И они опять не подошли. То есть, вот эти вот второй раз, эти фотографии опять не подошли. Потому что, да, там, кстати, была в зале какая-то тень. И никакой тени быть не должно вообще. Она такая говорит. Ну, типа, давай ты сейчас заполнишь заявление. А я тебе подпишу, типа, если ты сейчас можешь перефоткаться. Тогда, там, кстати, перед Ашаном тоже было фото от Алье, в котором фоткают, оказывается, нормально. Я подумала про кабинет. Да. Как бы, потом я заполняла это заявление. Она мне не сказала, что надо было печатными буквами. Я заполняла прописи. Она такая, надо печатать. Я переделала печатными. Потом у меня там была ошибка. Ну, точнее, не ошибка. Я немножко обвела. Такая, вообще, не должно быть никаких помарок. В итоге четыре раза я переписала это грёбанное заявление, на что ушло у меня часа полтора, наверное. Да, его заполнять не так легко и просто. Как оказалось, вот, 150 раз я уже переволновалась, потому что там ни одной ошибки делать вообще нельзя. То есть, даже, допустим, написал буквы и не так, и тебе нельзя там чёрточку никак. Даже пожирнее выделить тебя, как бы, нельзя. Кто получал паспорт, кто знает. В общем, потом, слава богу, она сказала, что примерно я без очереди. Я пошла в это фотоателье. Ну, типа, сфоткалась. Потом он такой, через 15 минут приходите. Я пришла через 15 минут. Ваша фото не готова. Типа, ладно, окей. Потом я, в общем, забрала эту фотографию через какое-то время. Пошла туда. И мне сказали, что да. Наконец-таки моя фотография подошла. Как же я была этому рада. Просто вот словами не описать, если честно. Потому что, ну, как бы, в общей сумме я потратила, вот, знаете, да. 450 рублей только на фотографии. Чё плюс госпошлину 300 рублей. Считайте 750 рублей на получение паспорта. Нормально, так? Вместо 450. В общем, наконец-таки я подала документы на паспорт. Я просто капец как была этому раду, потому что я уже задолбалась ходить в Рио. Пешком, кстати. Вот. Потому что автобусы в Рио уже перестали у нас ходить. Бесплатные. Как бы, а деньги застали на маршрутку. Мне было никак не ухода тратить. Поэтому я решила всё время ходить в Рио пешком. Проходит, значит, около трёх недель. Трёх недель. То есть мне сказали, там можно через две недели. И сказали, перед получением паспорта желательно позвонить. Мне дали номер. Я дала этот номер своей ещё подружке, которая тоже заполняла документный паспорт моей одноклассницы. Она решила позвонить перед получением паспорта. А я не звонила вообще. То есть я позвонила и сказали, что это вообще номер горячей линии. Вот. Значит, мы с папой не звонили. И мы решили, что ровно, то есть мы ровно через три недели, во вторник утром. Это было, то есть у нас первого урока вообще во вторник нет. Никогда. То есть мы всегда приходили ко второму. Поэтому мы с папой в восемь часам утра решили съездить в этот. Как его называют? Короче, в полицию. Ну, типа там, где паспорт получается. Я забыла, как эта фигня называется. И еще там можно было прогулять второй урок, потому что это была физра. А, кстати, к слову, я папе говорила, что, типа, может, лучше в среду съездим. Ну, типа, после уроков. Мама такая говорит. А что, папа, тебя ждать, что ли, специально, пока ты со школы вернешься съездить во вторник утром? Потом во вторник утром я папе говорю, типа, пап, а точно как бы к восьми утра? Он такой, да точно, всегда работала с восьми утра. Приезжаем, мы, значит, сидим, сидим, сидим. Очень долго мы там сидели, кого-то ждали, пока будет эти восемь часов утра. И, значит, что оказалось? У дежурного мы спрашиваем, и он такой говорит. Они работают с девяти часов утра. Такая, фак. Серьезно? Ладно. И, короче, значит, потом мы приезжаем обратно домой. Сидим, ждем где-то без двадцати девять... Без двадцати минут девять утра. Опять поехали получать паспорт. Сидели, сидели, сидели. Подождали. Наконец-таки. Потом нас пускают в кабинет, говорят, что вам надо. Мы такие, получать паспорт. Они такие говорят. А во вторник не получают паспорт. Только в среду. С трех до восьми. Я такая смотрю на папу. Папа смотрит на меня. Я такая. Спасибо большое. Во-первых, я не выспалась. Я только не поела. Я ничего не успела. И как я чувствовала, что надо было ехать в среду. За паспортом, а не во вторник утром. И, короче, в итоге я все равно попала на фестру. Вот. Потом в среду уже мы, по-моему... Ну да, уже в среду мы съездили за паспортом. Я его получила, наконец-таки. Вот. Потом я уже оформила заявление на получение кредитной карты. Я получила кредитную карту. Потом... Короче, и к слову. Когда я была маленькой, ну как? В том году. Да. Типа, вот на айфонах можно всякие подписки оформлять. И не платить за них. Там нажимаешь просто так, вот на кнопочку. Отпечаток пальца свой. И... Там типа... Окей. Ну типа... Потом можно оплатить эти эту футню. А я ее вообще оплачиваю. Собиралась и блогополучно про нее забыла. Потом, значит, я такая подключаю свою карточку. Я положила на карточку 1000 рублей. Возключаю я свою карточку, значит, телефон. И как фига у меня уведомление с Белбанк онлайн. Типа... Типа... Снято 800 рублей за подписку такую-то. И я такая... Блата. Вы серьезно? И короче, 800 рублей мне уже никак не вернуть. Я просрала 800 рублей. Я даже не знаю куда, если честно. Вот так вот. Собственно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому ставьте большой пальчик вверх. И всем пока-пока. Я вас люблю.